Привет. Не забудь подписаться, на канале найдешь много информации об оружиях и не только. В описании к видео, ты найдешь ссылки на охотничьи товары с Алиэкспресс. А теперь погнали. Птица на полете как цель имеет особое свойство, делающие технику стрельбы по ней весьма отличной от стрельбы, по наземным движущимся целям. Свойства эти следующие, большие углы видимости цели, а отсюда и большие углы возвышения при стрельбе. Чрезвычайная скорость движения, некоторые птицы летают со скоростью в среднем, от 15 до 35 миллисекунд. Неожиданность появления, и движение в любой плоскости относительно направления выстрелов. Трудность определения, постоянно меняющегося расстояния. Трудность судить при промахе, в какую сторону отклонится снаряд. Малая уязвимость небольших по своим размерам целей. Одним из лучших приемов, для преодоления этих трудностей стрельбы по птице в лед, является охотничий прием стрельбы на вскидку. При стрельбе на вскидку глаза и руки приучаются действовать, одновременно и согласно. Глаза высматривают, где цель, куда и с какой скоростью она движется, руки вскидывают ружье так, чтобы сноп летящих дробин, и летящая птица встретились в определенной точке пространства. Нажатие на спуск производится мгновенно, в момент прижатия приклада к плечу. Как же добиться хорошей стрельбы на вскидку, в возможно кратчайший срок? Прежде всего, необходимо совершенно освоиться с ружьем, и для этого заняться комнатной, домашней, тренировкой и усвоить основы вскидки, по неподвижной цели без выстрела, правильная стойка, медленная, а затем быстрое и верное вскидывание ружья к плечу, быстрое и все ускоряемое выцеливание и правильный спуск курка. Тренировка должна вестись, по неподвижным целям в виде наклеенных на стекле пыжей, или по силуэтам летящих уток, бекасов, гаршнепов, вальшнепов и тому подобное живым целям. На окно наклеивается например 6 зачерненных пыжей, 2, выше уровня глаз, 2, на уровне их и 2, ниже. Пыжи в каждой паре, располагаются один несколько выше другого, на расстоянии около 0,5 метра друг от друга. Скидка сначала делается только по центральной паре пыжей, медленно, с соблюдением всех правил, касающихся положения корпуса, рук, ног и напряжения их мускулов. Будет очень хорошо, если руководитель, опытный стрелок в лед, станет наблюдать со стороны и отмечая ошибки тренирующегося, давать ему указания. Когда все движения исполняются хотя и медленно, но без единой ошибки, скорость вскидки можно увеличивать. Добившись правильной и быстрой вскидки, при выцеливании в горизонтальной плоскости, охотник может переходить к вскидке по верхней и нижней, парам пыжей. После комнатной тренировки по неподвижной цели, которой целесообразно заниматься в течение двух недель, по два раза в день, следует перейти к комнатной тренировке по движущейся цепи. Так как на охоте часто бывают случаи, когда необходим второй выстрел, то охотник должен практиковаться и на дуплеты. Для этого, вскинув мушку на одну цель, пыж, надо затем быстро перевести мушку на другой, соседний, пыж, помещенный несколько в стороне, и обязательно немного выше или ниже первого. Следует учиться переводить мушку, слева направо и наоборот. Наиболее простым приспособлением для тренировки по движущейся цели, служит небольшой груз, пуля 12-го калибра или гирька, подвешенная к потолку на толстой нитке. Гирька, в зависимости от фона комнаты, может быть или зачернена или побелена, завернута в тряпочку или бумагу. Она или качается, как маятник, или описывает окружность на постоянном расстоянии от пола, или имеет смешанное движение, напоминающее круговое, но с подъемом на концах, на заворотах. Можно подбрасывать вверх по дуге шапку и так далее. Во всей этой домашней тренировке важна регулярность. Вскидывать ружье следует сериями по 12-15 вскидок, и затем делать перерыв на 1-2 минуты. Всего таких серий достаточно сделать 7-10, то есть всего от 84 до 150 вскидок, утром или вечером. Целесообразнее, конечно, тренироваться как утром, так и вечером. Спускать курок можно только вложив предварительно в патроник, стрелянную гильзу, иначе такая тренировка, вредно отразится на механизме ружья. Более опытные стрелки, могут ограничиваться одним нажатием на спуск, при невзведенных курках. Полевая тренировка выражается в стендовой стрельбе по тарелочкам, выпускаемом в различных направлениях, а также и над головой стрелка с высокой башни в подражание, стрельбе на утиных перелетах. Желательно также вести тренировку в стрельбе по тарелочкам среди кустов, между которыми проложена дорожка для стрелка. Предварительная домашняя, комнатная, и полевая тренировки, основа хорошей стрельбы на охоте. Эту истину следует запомнить всякому охотнику. Для стрельбы птицы в лед, кроме большого навыка, приобретаемого привычкой к своему ружью, званием его боя и постоянным упражнением, необходима также привычка сразу верно определять расстояние. Каждый охотник, стремящийся стать хорошим стрелком и стрелять навскидку, должен при малейшей возможности иметь ружье, подходящее по весу, прикладистое по размерам и с хорошим балансом, то есть хорошо уравновешенное. При неловком, неподходящем ружье выучится стрельбе навскидку, конечно чрезвычайно трудно. При слишком тяжелых стволах, или тугих спусках, даже и прикладистое ружье будет бить, слишком низко, а при непропорционально легких стволах оно будет высить. Для приобретения навыка в точном определении расстояний, необходимо измерить длину своего шага, и систематически упражняться в определении расстояний на глаз, при всяком удобном случав. На охоте же в особенности очень полезно при удачном выстреле, подходить к убитой дичи, предварительно определив расстояние на глаз, а затем проверив его счетом шагов. Виды и способы ружейной охоты по перу, очень разнообразны, и производятся все четыре сезона, причем охота по перу зимой очень ограничена. Охотнику необходимо освоить в первую очередь, основные способы ружейной охоты, на наиболее распространенные виды птиц. При этом следует использовать всякий случай стрелять, именно в лед, избегая выстрелов по сидячим птицам. В процессе тренировки и охоты целесообразно приучаться стрелять, и с левого плеча, с седла, из экипажа, с лодки очень трудно стрелять, с правого плеча дичь, поднимающуюся с правой стороны, или летящую поперек пути стрелка направо. Охотничий опыт показал, что при стрельбе дробью, чтобы наверняка убить дичь сразу, или лишить ее способности движения, Для средней по величине дичи при нормальных охотничьих дистанциях, и при соответствующем номере дроби требуется по меньшей мере, 5 дробин. Попадание четырьмя, или тремя дробинами, даст значительную вероятность сильного ранения дичи, значительная часть которой попадет в руки охотника. При меньшем же числе попаданий, получится большой процент калечения дичи, и преобладание подранков над чисто взятой дичью. Обычная охотничья дистанция при стрельбе из-под собаки, от 15 до 25 метров, средняя, 25-35 метров и предельная, 40-50 метров, около 60-70 шагов, смотря породу дичи, номеру дроби и бою ружья. Каждый охотник должен стрелять по птице в дед, навскидку только на доступные для него дистанции. Эта дистанция для среднего стрелка, будет не более 25-30 метров, для очень хорошего стрелка, не более 35-40 метров, так как на более далекие дистанции даже при стрельбе дробью, желательно точное выцеливание, конечно быстрое. Конечная цель охотника, попасть в дичь снопом дроби и взять ее чисто, не делая подранков. Если приходится стрелять птицу, пролетающую поперек плоскости стрельбы, или под углом к линии стрельбы, то такую стрельбу следует вести с так называемым упреждением, выносом точки прицеливания вперед дичи, или забиранием вперед мушкой по линии полета, в зависимости от дистанции и быстроты полета дичи. Охотник, пользуясь длиной птицы как масштабом, или на основании видимости птицы, ясности для глаза ее очертания и оперения, мысленно отмеривает нужную величину упреждения, на линии полета птицы, и делает быстрый размах, концом ружья по этому направлению. Скорость размаха такова, что точка прицеливания, находящаяся на воображаемой вертикальной плоскости, в которой лежит линия полета птицы, перемещается скорее, чем выцеливаемая птица. Мушка как бы перегоняет птицу, без каких-либо задержек на некоторое расстояние, то есть упреждение, и тогда охотник, нажимая спуск, продолжает перемещать мушку с прежней скоростью. Как только птица приблизится к точке на величину нужного упреждения, следует немедленно произвести выстрел. Понятно, что упреждение или забирание мушкой вперед по линии полета, должно быть тем больше, чем скорее летит птица. Если птица летит неперпендикулярно к направлению выстрела, то величина убеждения уменьшается. Так например, если дичь летит на охотника, или от него под углом в 45 градусов к линии выстрела, 45 градусов, 18 окружности, то упреждение равно 0,7, от упреждения при поперечном выстреле. А при угле в 22 градуса упреждение, составляет 0,4 от обычного. Профессор Бутурлин говорит, что учитывать необходимое опережение дичи, можно различным образом, нужно приучиться либо вскидывать ружье прямо в точку, где дичь должна встретиться со снарядом, либо вскинуть ружье прямо на дичь, и затем коротким быстрым движением опередить ее и стрелять без задержки. Понятно, что при разных направлениях движения дичи, и разных расстояниях меняется и точка прицеливания. Охотничья стрельба в лед должна широко практиковаться. Охоты на водоплавающую, болотную, лесную, полевую и степную дичь, содержат в себе богатый выбор способов охот, из которых имеется полная возможность выбрать, наиболее рациональные способы, содержащие, кроме элементов быстрой стрельбы в лед, и ряд других навыков.